Актуальные интервью Георгия Налимарова, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав и Юлия Ивановна Анисимова, начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России Денцовская, не дадут мне соврать. Так точно. Ответственности не избежать. К сожалению, это уже касается и взрослых, и детей. А может быть и к счастью. Все-таки справедливость-то должна быть. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495 508 86 84 Звоните, задавайте вопросы с сегодняшним гостям. Юлия Ивановна, наверное, хочется начать со статистики. Какова ситуация с подростковой преступностью в Денцовском районе? Евгения, если говорить о 2017 годе, то можно сказать, что отмечается в районе снижения подростковой преступности. Несовершеннолетними было совершено 34 преступления в 2017 году против 48 в 2016. То есть значительное снижение не отмечается. Ну и, соответственно, сократилось количество участников несовершеннолетних, которые непосредственно совершили эти преступления. Как Вы думаете, благодаря чему этого удалось добиться? Занятость у молодежи появилась или какие-то другие причины сыграли свою роль? Ну, здесь ряд причин. Естественно, это огромная профилактическая работа, которую проводят все субъекты профилактики. Она направлена и на учащихся в образовательных учреждениях. Мы совместно проводим дни профилактики в образовательных учреждениях и разъясняем несовершеннолетним и административную и уголовную ответственность за совершение противоправных деяний. Работаем с родителями на родительских собраниях, тоже определенную профилактическую работу проводим. Ну и тоже другой спектр. И досуговая занятость. Да, организуем досуговую занятость детей, особенно в летний период, чтобы они не были предоставлены сами себе, чтобы у них поменьше было времени на дурные мысли и поступки. А какие правонарушения чаще всего дети, подростки совершают? Вот наверняка большая часть из них, не большая часть, а все они проходили через комиссию по делам несовершеннолетних. Большую часть, Юлия Ивановна, согласится со мной, да? Да. Это имущественные преступления, это насильственные преступления, но насильственных преступлений мы посчитали 17 процентов. от всех преступлений, которые совершают именно подростки. Насильственные это чего? Дерутся. Дерутся. Хулиганят. Да, нанесение телесных повреждений, которые повлекли вред здоровью средней тяжести в основном. Ну и основную часть преступлений составляет, как Ольга Георгиевна уже сказала, преступление против имущества и собственности, это кражи. Кражи велосипедов, кражи из супермаркетов, телефоны, наверное, друг у друга берут по поводу. В меньшей степени телефоны, да, в основном это велосипеды, самокаты и кражи из торговых центров Ашан и Глобус. А как вы думаете, почему дети зарятся на чужие родители, вовремя не объяснили, что брать без спроса чужое нельзя? Или просто очень сильно хочется родителям? Наверное, одна из причин, что родители не объясняют. В раннем возрасте родители не дают ребенку задатки того, что чужое брать все-таки нельзя. И это впоследствии определенную роль играет. Это первый фактор, да, Юлия Ивановна? Это самый основной фактор, да. А другой это то, что дети даже иногда играют на спору иногда это делают. Игры у них такие у нас теперь. И что победителю, извините, достается? То, что из магазина сумел вынести? Уголовная ответственность достается несовершеннолетним за это. Победителю. Да. В кавычках. Вполне справедливо. А на самом деле дети чаще всего в одиночку идут на правонарушение или объединяются группкой и пошли? 50 на 50, да, Юлия Ивановна? Вот 3-4 преступления было совершено в 2017 году из них 12 преступлений было совершено в группе. Как в группах участвовали как несовершеннолетние, так и были преступления групповые с участием взрослых. То есть в смешанных группах. Кто эти дети? Это дети из неблагополучных семей? Или наоборот дети из благополучных, которым там скучно родители, занятые? Женя, это может быть любой ребенок. Неважно, благополучная семья или неблагополучная семья. Особенно в подростковом возрасте, когда вот такой нигилизм, когда они все сами знают, когда они мало делятся с родителями, а некоторые родители, занятые работой, делами своими, не уделяют достаточного внимания детям, чтобы поговорить, рассказать, растолковать и так далее. Поэтому вот эту пустоту ее заполняют другие. Либо это должны быть взрослые, те, которые ставят ребят на путь не на путь правонарушений и преступности. Либо это друзья, которые даже, может быть, провоцируют для того, чтобы, да, у нас было очень много примеров таких, правда, Юлия Ивановна? На комиссии рассматривали очень много таких примеров, когда провоцируют другу ничего, а тот, кто совершил преступление. А это подстрекательство? Подстрекательство, совершенно правильно. Это же прийти тоже наказывать? Или тут уже сложно доказать? Не пойму, не вор, да, здесь уже сложно доказать. Заговорили о взрослых, которые вовлекают детей в различные нехорошие вещи. Юлия Ивановна, много ли таких было в прошлом году? Здесь преступление было совершено в группе, где участвовали вместе с несовершеннолетними взрослыми. Естественно, каждый раз мы рассматривали роль взрослого, насколько он вовлекал несовершеннолетнего. Ну и вот из десяти случаев в двух нам удалось доказать, что взрослый вовлекал несовершеннолетнего в совершение преступления. Ну и основные другие преступления подростки тоже были хороши. Но какая ответственность взрослому за это? Это уголовная ответственность статья 150 уголовного кодекса Российской Федерации. Это взрослые какие-то родственники или случайно знакомые? В одном случае это был родственник дедушка, а в другом случае это случайные люди. Не случайно, тоже знакомые, знакомые. То есть люди, которые общались с семьей. Наверняка есть какие-то признаки того, что ребенок что-то замыслил. Как эти признаки обнаружить? Может быть изменилось окружение у ребенка? Может быть какие-то нехарактерные действия он стал совершать? На что обратить внимание? Вот знаете, воспитание ребенка четко должны принимать участие и зависит это воспитание от первая семья, вторая школа и его окружения. И опять же мы возвращаемся к семье и к родителям. То есть родители должны знать своего ребенка. Они должны его помыслы знать. Они должны с ним разговаривать. Они должны его убеждать. Они должны ему говорить прописные истины. Потому что это ребенок. Почему у нас уголовная ответственность наступает только с 14 лет? Правильно? Потому что это дети. Они еще не могут осмыслить до 14 лет. Ну так решила. Решение такое было принято в государстве. И закон такой в государстве есть. Но у нас очень лояльные законы, законодательства. Вот, например, в других странах, в Англии и в Ирландии наступает уголовная ответственность с 10 лет. А во Франции с 13 лет уголовная ответственность. Как вы думаете, надо ли в России этот возраст снизить? Ну, скажем, до тех же 10 лет? Мне думается, что нет. Мне думается, что нет. Ни в коем случае. Это очень рано. Да. В 14 лет они не всегда осознают, что делают. Понимаете, локоток-то рядом, да укусить невозможно. Очень многие родители часто перекладывают ответственность на школу. Мол, как же учителя? Учителя каждый день общались с моим ребенком. Неужели они этого не видели? Вот должны ли в данной ситуации реагировать каким-то образом педагоги? Я говорила о том, что вот три составляющих, три кита. Семья, школа и окружение. То есть детская группа, в которой дружит этот ребенок. Правильно? Но самое главное, кто влияет, это семья. Никакая школа, никакие учителя. Никакая группа не может повлиять так, как семья. В семье ребенок воспитывается постоянно. С самого рождения. Правильно? Правильно. И то есть, если это нормальная семья, если там говорят, если там вместе решают вопросы, обсуждают тот или иной поступок, тот или иной проступок, мы говорим, что самое главное, это не наказать ребенка. Самое главное, чтобы он понял, что делать так нельзя. И к чему это приведет? Вот тут на самом деле мне кажется, частью всего такая парадоксальная ситуация. Родители с одной стороны винят педагогов, что они недосмотрели, а с другой стороны педагог начинает интересоваться чем-то за рамки, скажем, школьной программы и оказывается виноватым, потому что не в свои дела лезет. Есть такое? Или все-таки ждем от учителей помощи? Обязательно. От учителей мы обязательно ждем помощи, потому что большую часть, наверное, времени проводят все-таки дети в школе. И, естественно, всегда было, самое главное, это воспитательные возможности школы. И воспитание в школе. Сначала воспитывать, сначала любить, а потом учить. Да, конечно, знания – это замечательно. И, естественно, что мы хотим, чтобы у наших детей были хорошие, отличные знания. Все за это боремся. И ЕГЭ сдаем, и репетиторов нанимаем, и в школе занимаемся, и каждый учитель хочет больше знаний дать и так далее. Но ведь самое главное – это чтобы был человек вырос. Неважно, кем он будет. Нужна ему будет математика потом. Не знаю, химия, да? Может быть, не все знают химию, но он хороший человек. И есть такое дело. Хороший человек, законопослушный человек, справедливый человек, порядочный человек. Я считаю, что это самое главное. И мы все должны стремиться вот именно к этому. Ну, не у всех есть математические способности, правильно? Правильно. Не у всех есть, да, какие-то способности к физике. Но человек должен вырасти человеком с большой буквы. Наверное, в таких ситуациях важно, когда в этого человека верят. Когда верят, вкладывают. А верят кто в первую очередь? Родители. Родители в первую очередь, да. И классный руководитель, и воспитатели, когда они у нас маленькие приходят в детский садик, правильно? Они же очень любят своих воспитателей. Они очень любят и доверяют своему учителю первому. Очень везет тем, кто именно вот учится у учителя начальных классов. Хорош. Почему говорят, что не в школу, а именно идет ребенок к учителю. К учителю. Юлия Ивановна, ребенок совершил правонарушение. Наверное, первым делом об этом сообщают в полицию. Какой дальше алгоритм действий? Ну, Женя, когда ребенок совершает правонарушение, выявляет это правонарушение сотрудники полиции. При выявлении правонарушения несовершеннолетний доставляется в отдел полиции, непосредственно по территориальности, где он его совершил. Если он достиг возраста административной ответственности, то составляется административный протокол на подростка за то или иное административное правонарушение. Если он не достиг возраста административной ответственности, мы собираем материал. И в любом случае, будь это протокол или материал, он направляется в комиссию по делам несовершеннолетних, где уже членами комиссии мы материал рассматриваем и выносим решение. Решение выносится коллегиально, в соответствии с законодательством, с кодексом административных правонарушений. Далее ребенок ставится на учет как в комиссию по делам несовершеннолетних, так и в органы внутренних дел. Наверное, для большинства из детей, которые присутствовали на комиссии за те или иные правонарушения, это единичный случай или все-таки рецидивисты, скажем так, тоже есть? Рецидивисты есть, но мало в степени. Конечно. Мы детей видим первый и последний раз. И дай бог, чтобы так было. А лучше бы, чтобы их вообще в комиссии не было. Наша главная задача, чтобы ребенок раскаялся, признал свою вину на самом деле, чтобы родители поняли, что все-таки ребенок совершил правонарушение и в унисон с комиссией родители действовали правильно? Правильно. Да, не обвиняя никого. Если вот это происходит, то, значит, повторного правонарушения не будет совершено. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Сергей. Очень приятно, Сергей. Вы хотите вопрос задать? Да. Задавайте. Вот я хочу сказать сначала, что я очень соглашаюсь с вашими гостями полностью. И у меня вот ребенок, подросток, я объясняю ему, что курить нельзя. А вот должны учителя это рассказывать в школах или нет? Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Должна ли вестись у нас пропаганда по борьбе с... Юлия Ивановна начала. Сергей, да. Очень хорошо, что вы задали такой вопрос. Мы не конкретизировали. Да, не конкретизировали. Юлия Ивановна начала с того, что проводится большая профилактическая работа. Это действительно в обязательном порядке. Ну, может быть, не учителя должны рассказывать, а мы приходим вместе, все представители органов системы профилактики, на дни профилактики. Мы приходим и, в общем-то, по приглашению с детьми, рассказываем им. Далее, вот у нас, например, в комиссии организована школа реабилитации, где также дети сами и доклады готовят, сообщения готовят, рассказывают о вреде курения. Ну, и, насколько я знаю, в школах также учителями ведется, учителями-предметниками, и биологами, и химиками. Рассказывается о том, какой вред курения наносит организму человека в обязательном порядке. Также с нами на днях профилактики, помимо сотрудника полиции, специалиста Управления по делам несовершеннолетних, присутствует врач-нарколог, который разъясняет... Наверное, не только табак курения, но и об алкогольной зависимости детям рассказывают, и о других, не дай бог, зависимостях в том числе. Ольга Георгиевна, вы сказали, что чаще всего дети раскаиваются, искренне рассказываются. А вот как понять, искренне раскаиваются или вот стоит тут, заливает красавица? Мы понимаем, мы уже очень долго работаем. Глаз наметан. Очень долго работаем. У нас команда, у нас представители всех структур, всех органов системы профилактики. И образование у нас различное. Это и доктора, и психологи, и наркологи, дали врачи, дали педагоги, правильно? То есть юристы. То есть мы все прекрасно понимаем. А потом, я еще хочу сказать, мы все мамы и бабушки, которые там находимся, и понимаем, ребенок раскаивается, понял он свою вину, или все-таки до него не дошло. Но когда, я еще раз подчеркиваю, когда родители выступают в унисон с комиссией, да, наверное, родителю очень тяжело. И вот мне всегда жалко на комиссии больше всего родителей, которым так стыдно, которые не знают, куда глаза поставить. Которые плачут зачастую. Да, но тем не менее, нужно вот прикусить себя где-то. С другой стороны, это для ребенка хороший урок. Он видит, как мучается мама или папа. Это звоночек, мы всегда говорим. Это звоночек. Хорошо, что он сейчас прозвенел. Сейчас, что ребенок совершил право нарушения, но не преступление. Теперь он задумается, если раскаялся и понял, что нельзя так поступать. И до преступления уже до этого дела не дойдет. Совершенно правильно. Насколько я понимаю, снятие ребенка с семьи с учета на комиссии, в комиссии с делами совершеннолетних, это не такая простая процедура. Вот что должно произойти. Нет, не поставить, а уже снять. Мы уже раскаялись. 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 Раскаялись вы. Значит, по закону должен у нас в базе данных быть такой несовершеннолетний, совершивший правонарушение год. По 120-му закону. Ну, если раскаялся, если к нам приходит характеристика хорошая из образовательного учреждения, ну, всякое бывает, ну, бывает всякое. Поэтому комиссионно мы рассматриваем, да, Юлия Ивановна? Да, Ольга Юрьевна. Вот такой вопрос, как снятие с контроля в комиссии по делам несовершеннолетних. А как часто это радостное событие происходит на комиссии? Часто. Слава Богу. Часто происходит. Если ребенок попался на каком-то не очень хорошем деянии, как реагировать родителям? Вот уже вызвали на комиссию, уже все понятно, раскаялись, поняли. Что дальше делать родителям с этим ребенком? Чего? Работать? Как работать? Наверное, первое желание всех откупить, я думаю. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Здесь вот Юлия Ивановна сидит, целый подполковник полиции, да. Ни в коем случае. У нас в этом году, в прошлом году было 156-х. 5 уголовных дел было возбуждено. Да. Занадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей сопряженная мера. Так что это невоспитательная мера, конечно, ни в коем случае. А ребенка в данной ситуации ни в коем случае нельзя от себя оттолкнуть. Его надо принять с этим правонарушением, с этим преступлением, любым проступком. И вместе сделать все возможное для того, чтобы он повторно ничего не совершил. Я с тобой, я всегда буду с тобой, какой бы ты ни был. Потому что все-таки в любом случае, в том, что подросток пришел к правонарушению, к преступлению, вина родителей. Да. В первую очередь. А есть ли какая-то психологическая поддержка для родителей? Конечно, обязательно. Куда можно прийти, задать вопрос, что делать дальше, не знаю, как быть. У нас на комиссии, я уже говорила об этом неоднократно, и еще раз повторяю, не случайно в состав комиссии входит психолог, который здесь же принимает, мы направляем из комиссии к психологу, он принимает, смотрит, как можно помочь, кого отправить на консультацию. Очень хорошо, что и родители, и дети присутствуют. То есть можно и родителям оказать поддержку психологическую, и детям. У нас работает центр сопровождения. Дальше у нас есть также психологи, которые оказывают поддержку замещающим семьям. Ну, в общем-то, хорошо они работают. Достаточно. Ну, и хочется все-таки поднять такую тяжелую тему. Но так или иначе, иногда случается, очень-очень редко, насколько знаю, когда дети не исправляются, и дальше уже там вплоть до тюрьмы бывает. В Одинцовском районе, надеюсь, редко такое случается. Я уже сказала о том, что мы все мамы, бабушки. У нас уже, извините, пожалуйста, наверное, три года мы никого. Ну, да, длительное время уже не направляли. Это самый последний шаг, правильно? Почему в 120-м законе у нас стоит последним, это отдел по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, органов внутренних дел, понимаете? То есть реабилитация ребенка проходит, социальная защита, образовательное учреждение и так далее, и так далее. Все-все-все органы системы профилактики. И только последний, в крайнем случае. Ведь не всегда спецучреждения делают ребенка лучше. Поэтому мы стараемся, да, мы стараемся... Не допустить. Не допустить, не допустить. Ни одного мы ребенка не направили пока в спецучреждение. Ну и дай Бог не направить. Потому что не будет такой необходимости. Дай Бог не направим, конечно. А многие родители наверняка говорят в сердцах своим детям, вот я тебя в тюрьму на экскурсию свожу, чтобы ты понял, что тебя ждет, если ты не остановишься. Вот как вы думаете, меры хорошие? Раньше была практика у нас такая много лет назад. Но в определенный момент мы все вместе пришли к решению, что в тюрьме все-таки люди находятся, дети, да, ничего хорошего мы там показать не можем. И мы все-таки не в зоопарк ведем детей. И я думаю, что мы в состоянии всеми общими усилиями и здесь на месте провести с ребенком профилактическую работу, направленную на недопущение с его стороны повторных преступлений. Здесь опять же мы должны в кулачке работать. Вместе с родителями школа берет на поруки. Мы все протягиваем руку помощи. И нужно, чтобы эту руку помощи взяли родители и, естественно, дети. И тогда все будет хорошо. Это не может не радовать. Но в этом году праздничная дата у всей комиссии по делам несовершеннолетних. Сто лет исполняется орган системы профилактики. Это праздничное событие. Отметили в шестом лице и предлагаю вспомнить, как это было. Чужих детей не бывает. Для них это не просто красивые слова. Члены комиссии по делам несовершеннолетних несовершеннолетних собираются раз в две недели и пропускают через себя каждую историю, которая оказалась у них на рассмотрении. Самое главное, что здесь работают неравнодушные люди, которые готовы всегда прийти и помочь ребенку. В какую бы ни была ситуацию, он попал. Каждый раз, приходя на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, отмечается, что каждому ребенку находятся такие важные слова. До каждого удается достучаться. В прошлом году комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела больше полутора тысяч дел. И если до детей, как правило, удается достучаться, то работать с родителями тяжелее. Но и с этой задачей субъекты системы профилактики справляются хорошо. На территории нашей комиссии есть консультации, есть помощь реальная. Мы гордимся, что у нас есть замечательный правоохранительный блок, который мы можем позвонить, спросить, не только во время заседания, когда они с нами, но в любой день, а как нам поступить на благо этого ребенка. В зале шестого лицея собрались не только действующие представители субъектов профилактики, членов комиссии по делам несовершеннолетних, но и ветераны, те, кто своим примером показывал, что равнодушным здесь не место. Когда мы работали, мы тоже исходили из того, чтобы не навредить. Вот я считаю, это самое основное, что должно быть у каждого из нас, тем более, что большинство из нас все-таки учителя. Если не работаем учителями, но все-таки у нас педагогическое образование, и с психологией мы как-то с вами знакомы. Принцип «не навреди» действует и сейчас. Несмотря на сложность работы, члены комиссии остаются оптимистами и прикладывают максимум усилий, чтобы каждый ребенок рос счастливым. У нас абсолютно разные семьи. И абсолютно разные у них проблемы и возможности. И, наверное, вот от всех здесь сидящих самое главное зависит, чтобы были все равно в целом главное и основное, чтобы у детей было будущее. И у каждого была своя дорога, но она была именно правильной. И поэтому она будет счастливой. Встретиться в неформальной обстановке за чашечкой чая членам комиссии удается нечасто. Такая возможность уже хороший подарок на юбилей. Дополнили праздник музыкальные номера от учеников 6-го лицея. Заряд позитивной энергии получен. И завтра они с новыми силами встанут на защиту детства. Юлия Ивановна, Ольга Георгиевна, вы обе являетесь членом комиссии по делам несовершеннолетних. Вот, Ольга Георгиевна, у вас очень большой опыт, у Юлии Ивановны, я уверена, не меньше. Вот давайте сравним, там, скажем, комиссия лет 10-20 назад и сейчас. Отличаются чем-то друг от друга? Или, в общем-то, все примерно одно и то, что только лица меняются, которые присутствуют перед вами? Очень отличаются, очень отличаются. Раньше состав комиссии был другой совсем. Как я сейчас уже сказала, у нас входят сразу и психолог, и нарколог, и психиатр-доктор, и юристы, и соцзащита. И, в общем, всех-всех-всех перечислить, да, невозможно. То есть для чего это? Для того, чтобы сразу здесь на месте принять решение и оказать помощь ребенку. То есть наша самая главная задача – не покарать, а оказать помощь такому несовершеннолетнему, который оступился, совершил правонарушение. Далее, ну, если раньше рассмотрели материал, ну, в принципе, и забыли. Теперь у нас индивидуальная профилактическая работа. И вносится постановление с каждым таким ребенком, с каждой семьей, которая рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних. Это очень здорово. Я напоминаю, мы в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Валентиновна. Я посмотрю вашу передачу и хотела бы сказать огромное спасибо вашим гостям сегодня, которые проделывают такую благородную, такую нужную работу на благо наших детей, наших семей, вообще нашего благополучия, вообще нашего будущего. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Спасибо. Так приятно, так приятно. Хоть когда-то от кого-то услышала. На самом деле, как раз хочется задать следующий вопрос. Наверняка истории достаточно близко принимаете к сердцу, но ведь так никакое сердце не выдержит. Как абстрагируетесь, как защищаетесь? А мы просим психологов наших с нами заниматься. На самом деле, мы и плачем, мы и смеемся, мы и, не знаю, выходим, конечно, больные с комиссии. Нас комиссия рассматривает по 100 материалов, а то и больше. Да, бывает такое, на весь день. На весь день, да. Причем надо же принять индивидуальное решение. Нужно подойти индивидуально к каждому. У нас очень хорошие инспектора. Они действительно им, как воспитатели, как мамы вторые, а в некоторых семьях даже первые, они у нас на своих машинах привозят, доставляют на комиссию. Не доставляют, нет, я неправильно говорю, не доставляют. Они просто их привозят. Привозят и увозят, и к наркологу увозят. И ведут, да, и все. За руку, да, возят. Понимаете, вводим за руку. И хотелось бы, чтобы вот этот труд наш не пропал даром. Чтобы в нашем районе было как можно меньше неблагополучных семей, а следовательно детей неблагополучных. И, конечно, нужно сказать, что самое главное – это безопасность наших детей. Самое главное, чтобы им было безопасно на улице, чтобы им было безопасно в семье. Семья тоже иногда представляет опасность. К сожалению. К сожалению, да. Ну и, судя по всему, результаты этой работы есть, и они хорошие. В полтора раза снизилась преступность по сравнению с прошлым годом. Вот какие результаты еще греют душу? У нас из года в год отмечается снижение состоящих на учете. Ольга Георгиевна не даст соврать. Как и детей, так и родителей. Ну, конечно, административные протоколы увеличиваются. Ну, я думаю, тут все взаимосвязано. Выявление административных правонарушений – это своего рода профилактическая работа более тяжких правонарушений, то есть преступлений. То есть чем больше мы выявим подростков на раннем этапе того, как они становятся на путь правонарушения, да, и все вместе с ними поработаем, соответственно, меньше подростки совершат преступления. Ну, а мне в завершение хочется пожелать, собственно, я общалась со всеми членами комиссии перед юбилеем и желала всем одного, чтобы работа у вас была поменьше, не потому что вы от нее отлынимете, а потому что, чтобы дети наши жили счастливо и благополучно. И благополучно. И всем здоровья, и всем безопасных условий. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию и за вашу непростую работу. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся через неделю на ОТВ. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok